Значит, сегодня, 14 марта, стартует турнир, отбор на Олимпиаду. Да? И мужчин разделили на три группы, на три сетки. Правильно сказать, не группы, а сетки. Вот она перед вами. Значит, победитель этой сетки попадает на Олимпиаду напрямую, как я понял. А вот второй шанс будет дан тем спортсменам, которые выходят в четвертьфинал. То есть, я так понимаю, проходит вот сюда вот. Вот. Должны пройти вот эту стадию, вот эту стадию и выйти в четвертьфинал сетки. И тогда дает второй шанс. Будет организована вторая сетка на 16 игроков. И здесь будет разыграно, тоже непонятно сколько, я так и не понял, сколько будет разыграно. Вроде бы как 8 мест. Или даже 9 мест. Трое напрямую и еще 6 будет разыграно из этой сетки. Вроде бы вот так. Потому что там написано зависимости от того, сколько дадут. То есть, там 3 дадут, 4 дадут, 5 дадут дополнительных мест. Ну, давайте пробовать следить. Я поточнее узнаю эту информацию. Но пока, пока понятно следующее. Что завтра, 14 марта, игроки должны пройти 2 стадии точно. И оказаться вот здесь. Где 15 марта они будут уже играть. То есть, вот пока такая информация есть. Значит, давайте посмотрим пары игроков, которые участвуют. Кого мы уже знаем. Питч вот понятно знаем. Он идет напрямую, не играет первый раунд. Олах, сильный финн. Вот этого игрока я не очень знаю. Наверное, Олах победит. То есть, тут очень много игроков есть. С разного уровня встречаются. На первой стадии. Очень редко, когда попадаются двое сильных. Потому что дают шанс почти всем сборным сыграть. Или всем сборным, чтобы они представили своих спортсменов. И по два спортсмена не больше участвуют в этом отборе. От России там у нас участвуют Сидоренко и Скачков. Должен был изначально играть Саша Шибаев. Но он получил травму. И значит, про Олаха я сказал. Олах здесь, наверное, фаворит. Здесь Нима. Потому что второго мы не знаем. Нима фаворит. Дальше смотрим. Здесь я, наверное, двоих не знаю. Пропускаем. Здесь Янкарик. Дальше идет. И будет играть Герасименко. Здесь, наверное, канадец. Тоже не знаю. Дальше идем. Кларенс мы знаем. Такого сингапурца. Если он, наверное, будет фаворитом в этой игре. Не могу ничего сказать про этих. Здесь Кинжаев, Стоянов. Наверное, Стоянов, да? Как бы фаворит. Вот. Он и прошел в Дохе больше раундов, чем за хит. Но вот посмотрим. Это мы посмотрели первую сетку такую. Вот если смотреть. И Камаль есть. И Пишта есть. И Агиро, и Кулей, Герасименко, Роблис, Диас, Пичфолд. Но вот ровных пар пока в первом раунде нет. Но вот сама сетка по себе очень-очень крутая. То есть все игроки, которые сеяны, они каждый может претендовать на победу в этой сетке. Абсолютно каждый. Давайте посмотрим через вторую сетку. Так. Сидаренко играет из Саудской Аравии. Спортсмен. Но потом вот Сгурапопулос играет с сингапурцем. И выходит Андринхола. Ну вот здесь Сгурапопулос играет с 159-м в мировом рейсинге игроком из Сингапура. Ну, наверное, тут более-менее равная встреча будет. Первая равная встреча, которую мы видим, да. Андринхол, Аламян, Нашат, понятно. Ламбье здесь фаворит. Бабачик и Мина еще одно равное противостояние. Ну, наверное, Бабачик посильнее. Так. Здесь не берут судить, кто сильнее. Гонсалес Линд, ну, вроде бы Линд, игрок Бундеслиги, должен выиграть. Ну, и здесь я тоже не могу сказать, кто здесь будет победителем. Давайте посмотрим всеенных игроков в сетке. Самсонов, Майорос, Ионеску, Абессон, Гоносикарян, Аламян, Дринхол, Аруна. Очень серьезные ребята, очень серьезные встречи будут. И посмотрим, как Мова сыграет с Аруной. Завтра в 16.45. Время такое же, как и в Москве. Так. Здесь не знаю, да, этих ребят. Идову. Ну, вроде бы... А, вот Кирилл будет играть как раз, да. Наверное, с Идову. Идову, как мы видим. 31 год, 131-я ракетка. Вот, наивысшая строчка была 124-й. Ну, то есть, не должно быть проблем никаких у Кирилла. Так, смотрим дальше. Сифуэнтос здесь сеяный. Так. Эрик Глот, наверное, здесь фаворит в этой встрече. Здесь не беру судить. Ханин, скорее всего, здесь выиграет. Вот еще одна равная встреча. Кульчицкий и Зуди. Вот Кульчицкий игрок Бундеслиги. Как, по-моему, и Зуди. Вот, пожалуйста. И вот еще равная встреча. Афанадур и Нутик. Интересные вот пару матчей будет завтра в 11.30. Кантера Плети. Я думаю, что это все-таки Плети. По крайней мере, по игре больше мне нравится, как играет Плети. И давайте посмотрим. Вот тут, скорее всего, Женя выиграет. И давайте посмотрим сейных игроков. Ван Ян, Мадрид, Сиручик, Гионис, Сифуэнтос, Скачков, Гардаш. По мне, так это самая слабая вот сетка, если смотреть все три сетки. Я думаю, что Кирилл отличные шансы на победу вот в данной сетке, да. Если проходит Гардаша, то дальше есть и Гионис, где Кирилл здорово играет по защите, да, и может, и выигрывал Гиониса. Здесь Сиручик, Мадрид, Ван Ян. Самая проходная сетка, по-моему, это вот эта вот сетка. Так и Женя может зацепиться с Ван Яном. В общем, интересные игры будут. Давайте девушек посмотрим. У них здесь, ну, смысл такой же, да. То есть, пройти надо как можно дальше. У них четыре путевки будет, поскольку четыре сетки. И пройти как можно дальше, я думаю, что до вторая стадия, а мало дают. Только, наверное, вторые места у девочек, получается. Вот мы смотрим, всего четыре, четыре, значит, игрока во второй стадии. Во втором стадии, может, если у мужчин здесь получалось, что во второй стадии очень много игроков, 16 игроков, да, то у девушек во второй стадии всего четыре игрока, которые не попали. Вот, и давайте посмотрим, девочек, где наши. Так, первый нету. Песоцкая сеется первый. Вот, посмотрите, да. Рута, да, хорошо друг друга знают. Наверное, немножко не повезло с посевом. Наверное, сейчас Рита сильнее, но все равно. Матч с историей. Третью открываем. Смотрим. Аня Гапонова. И Полина Михайлова. В одной сетке. Ну, видимо, кто-то, один из девочек попадет, да, если можно судить, что они сеяные игроки, две защитницы, что вот надо пройти очень далеко, да, то есть это в этой стадии недостаточно, где они встречаются между собой, то есть надо пройти намного дальше. Вот, ну, будем надеяться, может, вот этой стадии будет достаточно, да, чтобы пройти хотя бы во второй раунд. Ну, вроде бы нет. Вроде бы надо именно пройти дальше, занять либо первое, либо второе место. И вот Яна Носкова. Наверное, трудно, не берусь судить, но мне кажется, что сетка полегче у Яны, чем, скажем, у Полины, да. Смотрите, матчи, вот стало и указано здесь. Второе, третье, четвертое столы доступны в Ютьюбе. Первый стол доступен на сайте Федерации. С вами был Валер Заренка. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч. Счастливо. Пока.